Золотая рыбка Золотой рыбки Здравствуйте Здравствуйте Когда в последний раз были в Омске в родном? Ой, давно А давно с чем? А давно меня приглашали Председателем Экзаменационной комиссии А потом, наконец-то А в Алисеаде Есть такой актер Он сейчас живет в Германии Устроил мне Творческий вечер В облдрамтеатре В котором я мечтала Выступить всю свою жизнь Ну вот и выступили А? Вот и выступили, говорю Да, выступила Был полный зал Билеты раскупали Я была счастлива Ну, конечно, тряслась как А где-нибудь в школе Или на доме есть Доска мемориальная Что здесь училась Великая Нет, такого нет Почему так? Ну, это не меня надо спрашивать Это их надо Ну, любят вас в Омске Как вы сами считаете? Женя Насчет любви Я не обижена Народной любовью А в Омске Да Они мне Они меня поздравляли Вот с днем рождения Который был в этом году Два года Вы проучились По-моему, экономистом Хотели, да? Я проучилась В сельхозинституте На факультете Экономическом Это пригодилось в жизни, эти знания? Нет Я помню, что были интегралы Это был ужас полный А потом Нет Не пригодилось Но в драм-кружок вы пошли именно в институте Сразу И на главную роль Что за роль? Ну, Женя Это была Надя Коврова Сразу Вот товарищ Меня Когда я ему почитала Он сразу сказал Я даю вам главную роль Режиссера обольстили вы, нет? Боже упаси О чем бы говорить Я ему прочла и все Я смотрю, что вы и с коллегами ссоритесь Я когда готовился к беседе с Ольгой Ково Узнал, что вы с ней конфликтовали в театре Боже упаси Нет? Нет Неправда? Нет То есть вообще это выдумки От начала до конца? Это не выдумки Просто я отказалась играть С ней? Да Почему? Жень, это очень древняя история Она школы в ГИКа Мы играли комедию Мораль Пани Дульской А комедия, знаете, там текст летит И мы добились, что он летит И залп очень принимал А Оля пошла говорить свой текст Однажды она мне сказала Вы мне завидуете Я встала в тупик и сказала А чему? Сначала надо было сообразить А потом Потом ответить А потом я жаловалась своему другу Феде Чеханкову Говорю, она мне это сказала А тебе надо было это сказать Я говорю, хорошо И когда она снова говорила Я ему говорила, что Федя мне подсказал Потом после спектакля Я звонила Феде и говорю Я сказала Но она сегодня еще вот это сказала А тебе надо так ответить Он меня учил, как отвечать Ну а потом Мне надоело Потому что это стопор Такой был Я сказала Полощу, что я больше не могу А с режиссерами вы когда-нибудь Никогда Не перерекались Никогда То есть только Да, я когда прихожу На съемочную площадку Я говорю Вы капитан корабля Последнее слово Будет за вами Тогда получается, что вы Вступаете в конфликт Только Никогда Как? А с Ахиджаковой? Так, товарищи У нас не было конфликта Не было? Не было А почему тогда она отказалась Сниматься в продолжении Ну как это называется Ремейк Вторая часть Иронии судьбы Не знаю С вами не связано Спросите у нее Она вообще Поссорилась По-моему С руководством Первого канала И чтобы отомстить ему Она это сказала Я знаю, что просто Вы помирились С Барбарой Брыльской Было Это было в Киеве Значит, до этого Вы поссорились Для того, чтобы помириться Никогда мы не мирились Просто мы нарочно Брыльская Барбара Господи, о чем мы говорим? Что, кто сказал? О чем? Это культовый фильм Как о нем не поговорить? Если мы говорим с Талызиной И не говорить про иронию судьбы Ну, странно было бы Надо поговорить о том Как Талызин озвучивала Как читала стихи Сейчас все возмущаются А почему вы не играли? Ну И почему? А потому что Меня никто не приглашал Меня и на пробы не приглашали Эльдар Александрович пробовал По-моему Свету Немоляева Она об этом рассказывает Потом По-моему Люсю Гурченко пробовал На вашу роль? Зачем? На главную? На роль Барбары Брыльской Ну что на мою роль? Потом Ну не знаю Алиса Бруновна приглашала или нет? Не помню Еще каких-то артисток приглашала А меня нет А говорят, что у Рязанова Очень много на самом деле Решала Таким серым кардиналом Была жена Которую он слушался Вот во всех таких вещах Кадровых Это правда или нет? Что он слушался советов Мудрых женщин У него с одной стороны была Нина Скубина Редактор этой картины Разве они у меня были женаты? Так Ну Жизнь Нет Я же просто не знаю С ума сойти Так как знаете вы Доверие Москва 24 Да Нина Скубина Сейчас Была потрясающая женщина Светлая память Потрясающая Во-первых Была худенькая Потом была Очень тихая И фантастически умная И мудрая Очень пережила Тяжелую жизнь Она потеряла В молодости Ну В общем Где-то В начале пути Своего мужа Он заболел И ушел Она осталась одна С сыном И Она очень видела людей Насквозь По-моему Они встретились Ну еще раньше Зигзага удачи И с одной стороны У Эльдара Саныча Была Нина А с другой стороны Был Эмиль Брагинский Вот они его и вели А когда Они ушли То У Эльдара Саныча Больше Культовых фильмов Не было По моему мнению Ну Как вы считаете Она была его муза Или она была Профессиональный советчик И Вот Наставник То есть В чем здесь Элемент Она была его Любовью Ну знаете Это не обязательно Имеет отношение К профессии Человек может быть Влюбленным Ну хорошо Поговорим об Эльдаре Санычем Я как-то Спросила После ухода Эльдара Саныча Спросила у него У его друга Скажи А как он Все-таки Относился Ко мне Потому что Он относился Ко мне По-разному Но я Из тех Актрис Которая Снималась Больше всех У него В кино Я что-то Снималась То ли в шести То ли в семи Фильмах Не важно Что это Были маленькие Роли Большие Но Главных По-моему Не было Вот Зигзаг был По-моему Зигзаг Удач С Леоновым Я спросила У его друга Он сказал Понимаешь У Эльдара Саныча Было отношение К женщинам Ну Всегда Два варианта То есть Вот с одной Стороны Муза Любовь Советчица Единомышленница Правое Плечо И левое Плечо Вот Это она А с другой стороны Жена Я сказала Понятно Я была Домработница У жены У вас Вообще Не возникало Нина была Нина была Одиннадцать лет В положении Музы И Единомышленницы А на иронии Судьбы Ну так как Это происходило Рядом со мной То я Оказалась Небольным Свидетелем Я Я бы никогда Об этом не говорила Просто потому что Это я вообще Об ушедших людях Никогда не говорю Нина На иронии Судьбы Сказала Все Все закончилось Тогда Эльдар Саныч Не выдержал И Ушел К Нине И Они поженились И десять лет Она была Его женой Когда меня Сейчас спрашивают Секрет Иронии Судьбы Ли с легким паром Я говорю Что Душа Этого Фильма Не та Актриса Которая Снимается И не та Актриса Которая Поет И не та Актриса Которая Говорит За нее Душа Этого Фильма Это Нина Скудра Интересно Интересно Когда вы Сказали Насчет Поет Это ведь Имеется ввиду Алла Борисовна Пугачева Мы все знаем Что Именно она Как бы пела За Главную героиню Озвучивали Главную героиню Вы В период Работы Над фильмом Вы общались С Аллой Борисовной Пугачевой Нет Нет Барбара Брыльская Пришла Она до этого Три дня Учила По магнитофону Вагончик Тронется Перон Останется А потом Она учила Мне нравится Что вы больны Не мной И когда Была съемка Вот Вагончик Тронется Перон Останется То Она учила Она уже Знала И она Снималась Она снималась Уже С этой Записью А мы Те Те Которые Занимались Созвучанием И музыкой И все И Тревердеев И Сережа Никитина Мы появились позже А я правильно понимаю Что в тот период Пугачева Еще не была Такой известной Она не была Номер один Или все Таки Она уже Была Была звездой И Эльдар Саныч Добивался От нее Чтобы Вот ушла Какой-то Такой Эстрадный Налет А была Какая-то Задушевность Получилось Да А вы Когда петь Начали Видите ли Женя Мне придется Рассказать Одну Историю Отлично Да Когда мне было Восемь лет А был Новый год Значит Вот мне Восемь лет Я училась В третьем Классе Кажется В третьем Это был Сорок третий год А Новый год Был на Сорок четвертый Шла война Все это Происходило В Омской области Сто километров От Омска Борисовский Зерносовоз Где я Жила И там Проучилась И окончила Десять классов И там Вот когда я училась Во втором Классе Ну Вот я сейчас Не помню Наверное В третьем Все-таки Или девять лет Было мне Или восемь Это я не помню Так вот Тогда шли Эти трофейные Фильмы Которые посылала Америка Второй фронт Она не открыла А посылала Для поднятия Русского духа Она посылала Вот такие Смешные фильмы Ну и среди них Был фильм Серената Солнечной долины И там была Песенка Главной героини Мне декабрь Кажется мая И в снегу Я вижу цветы Отчего так в мае Сердце замирает Знаю я И знаешь ты Я выучила Эту песенку Так как Этот фильм Стрелял Наверное Пять раз Может быть Больше Может быть Меньше И на Новый год Это было мое первое Публичное выступление Почему я пела Или я Спросила ли меня Она значит Это я не помню На мне была Война Ничего не было Такие Марлевая юбочка Я помню Но в один слой И просвечивали Голубые штанишки С начесом И мальчишки Показывали Пальцем Ну вроде как Я голая Вот И я спела Эту песенку А я хочу уточнить Это выступление Было в школе На каком-то На Новом году Новый год Но где этот Новый год был В Борисовском Зеросовходе В школе В школе Понятно В школе Конечно Но спела Были аплодисменты И это Было мое Первое выступление На зрителей Правда Первое выступление Было раньше Но это было Значит второе И после выступления После этого концерта Здесь стояла мама Здесь стояла моя учительница Потому что я училась Или в третьем Или во втором классе Я сейчас не могу вспомнить Кажется все-таки в третьем Подошла Александра Григорьевна Брикер Которая была у нас Завучем в школе И стала их ругать И маму И эту А я стояла В середине И смотрела То на маму То на учительницу И Александра Григорьевна Была очень Человеком резким Она из Ленинграда Была эвакуированная И она говорила Ну типа Вы дуры Вы Как вы могли позволить Маленькой девочке Петь про любовь Ну как вы могли позволить У вас в мозгу Ничего не было И она говорила И говорила Те краснели И молчали Я смотрела То на ту То на другую И Конечно Ничего не сказала Когда закончилась Значит Это Отповедь Я бы сказала Мы с мамой Пошли домой У меня поднялась температура Тридцать девять Не знаю Ровно или с чем-то И Три дня я проболела И перестала петь Я больше никогда Не пела И только на Первом Уроке вокала Когда я пришла Галине Петровне Рождественской Я к ней пришла И сказала У меня нет Ни слуха Ни голоса Он засмеялся Сказала Таких людей нет Чтобы не было Ни слуха Ни голоса Она сделала Гамму Я Подхватила Через полтора месяца Я пела у нее Роман с Абитховеном А когда Мне Павлович Холмский Дал роль Мамаши Кураж Так Он сказал Валя Надо петь зонги Брехта Я говорю Павлович Еще можно записать На плюс Нет Вы будете петь Вживую Я что-то сказала Нет Будете петь Вживую Мне хотелось Сыграть эту роль И я пела Вживую Три романса А вы получаете Удовольствие Когда поете? Ну а как Не получать Удовольствие Когда ты поешь? Я вообще Получаю удовольствие Когда Когда слушаю Кто поет Это дар Который Дается человеку Свыше А кого вы слушаете Сейчас? Всех Ой, мне нравится Лепс Мне нравится Панаюта Я заслушиваюсь Когда Потому что Когда Человек поет Ну Кто-то мне сказал Что Голос Это звук Души И Видно Человека Всего Видно Всего Биографию Это Куда-то идет Туда Наверх Если хорошо Хорошо А до того Как Вы узнали Про Панайотова И Лепса Вы кого слушали? У вас были? Сейчас я вам скажу Когда я была В самом Борисовском Зернозавхозе Я слушала Сказку И Там Сказка Называлась Айога И там Там был какой-то Потрясающий Голос Айога Га Га Я Красивая Айога Га Га То ли она была Утка То ли лебедь Я уже не помню Ну Скорее всего Утка Может Еще какое-то Животное Не помню Воздухоплавающее И Я все время Думала Чей это Голос Оказалось Этот голос Был Марьи Ивановны Бабановой Вот А потом Вообще Меня В Борисовском Зернозавхозе Образовывали Книги Которые Я читала С запоем И потеряла Глаза По-моему Прочла все И И радио Когда я поступила В ГИТИС Я знала Всех артистов И меня Москвичи Спрашивали Откуда Ты это Знаешь Я говорю Знаю Я знала Всех артистов Малого театра Весь МХАТ Вы Как-то Рассказывая Про Любовь Орлову Сказали Что она Пела Хорошо А говорила Так себе Где это Сказала Интересно В интервью В каком Сейчас я Наверное не вспомню Юлию Меньшовой По-моему Это рассказывали Ну то есть Такого не было Ну она Была ведь Артистка Музыкального Театра Ну так Пела она Великолепно А говорила Она Ну так Кстати Как артистка Музыкального Театра То есть Не очень Нет Я не могу Сказать что Не очень Она была Очень Хорошей По душе Женщиной Очень Она все Говорила По душе Как и снималась Между прочим По душе Ну она Не была Искусственной Что ли Актрисой Мне не было Ну я бы сказала Столько штампов То ли Тарханов Сказал Что отличается Хорошего Что отличает Хорошего артиста От плохого У хорошего артиста 300 штампов А у плохого 30 А у нас сейчас Есть любовь Орлова В нашем кинематографе Ну откуда я знаю Может быть есть Ну вы же смотрите кино Вам кто-нибудь нравится Из актрис Которые Из актрис нравится Да Но они не поют Они Вот Нравятся Вот есть одна актриса Она мне очень нравится Но куда-то она исчезла Но она была молодая Высокая Так что я думаю Что она еще проклюнется Нет-нет Мне нравится Ну а потом У меня в семье Две актрисы Вы имеете ввиду Ксению Дочь И внучку Да Ее зовут Анастасия Как мою маму Да Я насколько помню Вы не хотели Чтобы Ксения Стала актрисой Ну вы все знаете Да Не хотела А сейчас Считаете Что решение было Правильное Потому что Да Она в общем Она Она снимается Потом она Очень дорожит Своим театром Театром Советской Армии Я В этом театре Ходила на все премьеры И мне театр Этот дорог Там работал Федь Чеханков Володя Зельдин Там были Прекрасные актрисы Сазонова С которой я дружила И которая была В зигзаге Удачи моей мамы И сейчас Я знаю Сейчас работает Оля Богданова Алена Покровская Видите Сколько актрис Вы с дочерью Вместе играли С кем С дочерью Один раз Играли вместе Нет Даже два раза Играли Когда ездили Внезапно Внезапно Прошлым летом У Ильямса И Госпожа Министерша С дочерью Играли А с внучкой Не хочет Не хочет Не хочет Почему Ну это у нее Надо спросить А характер Вы в ней Себя видите Что-то есть Талызиной Не знаю А что вы считаете В вашем характере Самое Такое Завидное Завидное Не знаю Когда я думаю Как я Выжила В этой жизни Как я выжила В этой профессии Я обращаюсь К своим предкам В шестнадцатом веке Когда Иван Грозный Занял Казань Чувствуете Жене С шестнадцатого века Начну Там был Мирза Кучук Талгадызин Он был Ну раз он был Мирза То он был Богатый человек Так понимаю Значит Вроде как Из дворян Из знати Татарской И он Как-то Принял Православие И стал Яковом Талызиным И от этого Мирзы Кучак Талгадызина Пошла Вся Талызинская Фамилия И когда Собирались Ну в общем Расправиться С императором Павлом Первым То все Собрались Те люди Которые Хотели Это сделать На квартире Генерал-лейтенанта Талызина Есть дом Талызина В Москве Воздвиженка Пять Музей Архитектуры Мне кто-то Даже предложил Быть там Председателем Но потом Перестали звонить Так я Председателем И не была У вас ведь помимо татарских корней Это значит первые корни А теперь вторые Спасибо что вы нам Значит у меня Одна бабушка Украинка Родная абсолютно Мама родилась Уже в Сибири А вторая бабушка Родная Чистая Полька А мой прадед Пан Галецкий Галичина Ужас Он значит Светлой памяти Он восстал То есть принимал Восстание Костюшка В 1884 В 1886 году Тут я точно не помню Против царского режима Чувствуйте Революционер был Вот И Его Не повесили Не расстреляли Не убили А сослали В ссылку В Семипалатинск И тогда Там В Семипалатинске Уже В Сибири Родилась Моя Полька Бабушка Таня Но к сожалению Долго не прожила Родила моего папку Его сестру И ушла из жизни Светлая память В 1906 году По реформу Витта Некоторые обозы С Украины Поехали В Сибирь И мои Предки Значит Мой прадед С прадедушкой Моя бабушка Тогда уже они были И мой дедушка У них была Фамилия Дуля Там Пангалицкий А тут Дуля Это Груша И они уехали В Сибирь В Омскую область Шабакульский район Деревня Бугаевка Когда однажды Мой друг Вадим Который работал В Киеве На телевидении Я ему звонила Мы очень дружили Он был режиссером Нет Был Володей режиссером А он был редактором Так я позвонила ему Говорю Дима Понимаешь Вот у меня Тут скоро У меня такая дата Юбилей Не будем называть Какой Я не люблю цифры Вот как бы так Сделать Чтобы Что-то Наше телевидение Молчат Может на Украине Про меня скажут Валь Хорошо Ты знаешь Что я подневольный человек Я спрошу Через день Позвонит Говорит Валь Начальство согласилось Вот тогда еще Украина была Советская Как вы понимаете И Он говорит Валь Ну а о чем мы будем Говорить Снимать Я говорю Как Дима У меня родственники Это самое Приехали из Украины Я полуукраинка Я вообще обожаю Эту страну Я ее люблю Все что сейчас происходит Для меня просто боль Я с волокордином Не могу смотреть Вообще не смотрю И Он говорит Валь Ну а где мы найдем Этих родственников Я говорю Подожди Они приехали И основали Деревню Бугоевка Тогда наверное Я знаю Что они были В Полтавской губернии Значит там Есть деревня Бугоевка Ищи деревню Бугоевку Я Он мне звонит Через два дня Говорит Валь Я нашел Деревню Бугоевку И мы поехали Снимать Ой Мы снимали Такой фильм Мы снимали Миргороде Бурсу Бурсу Где учился Гоголь Мы там Снимали Где В каком храме Он Ну так сказать Ходил Потом Еще И потом Приехали В Бугоевку Ну это вообще Было Меня встречала Вся деревня Я начала Рыдать Почему Не знаю И Рыдая Я пошла На сцену И стала Говорить Про своего Дедушку И бабушку И про Я А когда В Полтаве Я снималась И я Первый раз Пришла Первый раз Приехала В Полтаву Это климат Сумасшедший Это мягкость И Чуть-чуть Дымок Такой гари Вечером В пять В шесть Я говорю Дима Почему Гарь Валь Они жгут На вишневых Веточках Они обкуривают Сало Почему Украинское Сало Такое вкусное Так никто Не умеет делать Действительно Я не хочу Обидеть других Людей Но Так как Делают На Украине Никто Не может Делать Сало И Я заплакала Потому что Это благодать Была Это такой Климат Мягкий Это Невозможно Какая Боже Мой Бедный Прадедушка И прабабушка Они Уехали С этой благодати В эту суровую Сибирь А в Сибири Знаете Минус сорок Зима И плюс Сорок Летом Ну поэтому Оттуда И сибирский Характер Ой Сибирский Характер Не будем Точнять Ну так Вот Значит Так я Плакала А потом После концерта Эта история Потрясающая Ко мне Подошла Женщина И говорит Вы знаете У меня Тетя Вспоминала Что было Семейство Дулей Они были Не кулаки Не была Целая семья Очень чистая Очень симпатичная Они играли На всех инструментах И потрясающе Пели Ну Я опять Залилась Слезами Это был У меня Вот просто Привет С того века Вы кстати Когда Сказали Что читали Книги И зрение Подорвали Что имеется Ввиду Что вы Стали очки Носить Видите ли Я читала Закрывшись Одеялом С лампой Я Прочитала Всю по-моему Русскую Художественную Литературу Все что было В библиотеке Я прочла И Французскую Тоже Что было В библиотеке Вот Этого Борисовского Заверного Собхоза Я все Прочла И поэтому Естественно Напрягала Глаза А зачем Закрывались А мама Спала Мы спали В одной Комнате Мы были Эвакуированы А я Тайком Читала А потом Уже в 10 классе Я обнаружила Что я Плохо вижу И поняла Что Все здоровые Папка Никогда очками Глазами не болел И мама А я Ну Испортила Я и сейчас Вы знаете Ну сейчас Я не летаю В самолетах А когда Я заходила В самолет Забыв Купить газету Все равно Какую Я смотрела По Ну Тем Которые сидели В самолете Кто читает А потом Видела Сколько он Прочел Потом Имела Нахальство Подходила Говорила Знаете Дайте Две первых Странички Вы уже Прочли Газеты Он смотрел На меня Как на Сумасшедшую В воздухе Говорит Ну пожалуйста Отдавал Две первые Странички То есть Жизнь вас Не научила Что читать Это глаза Портить Нет Не научилась Ну что вы Однажды Я снималась В Симферополе А знаете Съемочная группа Вот ты снимаешься Ты нужен Возле тебя Они ходят Что вы хотите Погреть Чай Кофе Пожалуйста А когда ты Отснялся Все Не нужен И как Можно быстрее У меня Из Симферополя Я снималась Где-то В Севастополе Вот где-то Там А привезли В Симферополь Быстро В аэропорт Быстро Регистрацию И быстро В этот накопитель Дело было Летом Я оказалась В накопителе С сумкой Багаж Сдан И не газетки Четыре часа сидеть Я Тогда подхожу К таможеннику А уже была таможня И говорю Вы знаете Молодой парень Лет девятнадцать Но уже В форме Все Я говорю Вы знаете Я как-то быстро Вот зарегистрировалась Можно я выйду Куплю газетку Он говорит Нет-нет Не положено Я говорю Нет Ну подождите Мне сидеть Четыре часа Можно я выйду Хотите я сумку Оставлю возле вас Он говорит Нет Что вы Сумку Вот Я говорю Хорошо Я сумку возьму с собой Нет-нет Не положено Я народная артистка Я снималась Нет-не положено Я говорю Слушай Ты смотрел фильм С каникулов Про Соквашино Думаю Раз лет девятнадцать Значит недавно Смотрела Говорит Ну Я говорю Там маму играла Говорит Проходите То есть голос узнала Или поверила Не знаю Что И я пошла Купила Жизнь Всякой Желтой прессы Набрала И четыре часа Я наслаждалась А как часто приходится Вот Ну включать звезду Говорить Я Талызина Нет Очень редко Я Талызину Никогда не кричу Нет? Нет Просто я народный артист Когда надо что-то попросить Так Я говорю Вас беспокоит Валентина Талызина Народный артист Россия Ой что вы Конечно Да Вот когда Что-то прошу По телефону Корм кошкам Мне говорят Мы вас узнали По голосу все-таки По голосу Я говорю Алло А мне говорят Здрасте Валентина Леонна Мы про кошек Еще обязательно поговорим Это одна из самых моих любимых тем А сейчас я хочу Про вот этот вот Портрет Который вы по просьбе Наших продюсеров Принесли Что вы рассказали Нет Женя Знаете что? Что? Давайте выскажите О ней Немножко Я вижу Что это Очень-очень красивая девочка Очень привлекательная Просто Знаете Есть такое выражение С содержанием Как сейчас говорят С контентом Когда бывает просто хорошенькое лицо А бывает Что ты понимаешь Что там вот Знаете На некоторых Это и к мужчинам К женщинам Относится Интересно смотреть Даже без звука Иногда По телевизору Просто ты понимаешь Что там что-то есть В этом человеке Ты язык допустим Не знаешь Какие-нибудь Тиндусы Или финны Блин Что-то там в этом есть Я вот вижу Что здесь Что-то есть Что-то Что-то Не знаю Но что-то есть Кто это? Это Мы как будто первый раз увидели Ну я смотрю Это во-первых Свои волосы И они рыженькие И серо-зеленые глаза И если Марлин Монро Делала операцию носа Она делала? Да Делала Так Забыла Как я настоящий Норма Джин Да Правильно Норма Джин То у Насти Нос Ну это у нее От папки Это стало быть Внучка Да У папки Украинская фамилия Настя Очень упрямая Там какие-то Украинско-польские крови А То есть я уточню Не только С вашей стороны Украинско-польские Ну а оттуда тоже Ну у меня С моей стороны Еще Так сказать Татарские крови А Мой муж Ну уж если О кровях О кровях Или О крови Говорить О крови Точнее О ДНК Да Говорить о крови То Я вышла замуж За За Леню У него был Папа еврей Мама русская А бабушка Была в Одессе Бабушка Циля Вот Но я ее не видела К сожалению Но Циля Одесситка Вот А папа То есть папа Лени Был Первая скрипка Большого театра Вы так говорите Лене Даже не скажете О ком речь Ну как Не надо Ну как не надо Но все-таки Такой художник известный Молодец Все изучили Ну Ну как вот не сказать Все изучили Ну прям Ну хорошо Ну расстались вы Ну столько лет Расстались Что теперь фамилию А мы сейчас Новый год праздновали вместе А вот так вот Да Конечно И его дочка С нами была Да И Ну к сожалению Ну боли А кстати Насчет фамилии А дочь-то чью фамилию взяла Так Так Когда Леня Меня бросил Я сказала Я на твою еврейскую фамилию Работать не буду Она разве еврейская? Она имела его фамилию Да Ну а ты Она разве еврейская? Ну понимаете Когда У нее абсолютный слух Это к фамилии не имеет отношения К фамилии не имеет отношения Слух-то Нет Папа То есть дедушка Абсолютный слух Был первый Скрипка Большого театра Что вы Учился в школе Столярского И учился с Давидом Ойстрахом А бабушка Баба Фаина Васильевна Львова Пела Ну не сольные партии В Большом театре А такие вот Ну Вторые что ли О чем вы говорите Абсолютный слух Я-то страдаю Что у меня нет Абсолютного слуха Или я уже его как-то Не развивала Я замолчала А у нее абсолютный слух Когда я начинаю петь Она говорит Мам Не надо Она кончила Мерзляковское училище Она кончила Английскую школу Игалина Петровна С которой мы потом Очень подружились И Ну мы жили просто На Ну Через два Два Дома Жили Я в Каретном сарае Значит Общежитие Театром Совета А она жила На В здании Большого театра И мы очень дружили Она была Мамой Романа Виктюка И моей Да не Это духовная Была мама Я не могу Говорить Она меня научила Так многому Вы главное Не уходите От фамилии Так Чью фамилию Да взяла Дочь Так значит Вот Она Сказала Как она была записана В метрике Она была записана Непомнящая Конечно Синя Непомнящая Да Но Мы ее учили Чуть ли не с трех лет Пианино И она в ЦМШ Не прошла И когда я спросила Педагога С которым Она занималась Я говорю А почему Ну Валентина Реоновна Фамилия А я даже Что-то не понимал Что Непомнящая Это еврейская фамилия Ну Не знаю Это скорее Украинская Мне тоже кажется Что да Ну вот Непомнящая И вот она мне сказала И поэтому Она заранила мне Мысль Что Не надо Этой фамилии Пусть будет Фамилия Талызина Но она поменялась Мою фамилию Мою фамилию Она взяла Фамилию своего мужа Ну это Логично Я считаю Что Фамилия хуже Но это ее дело А внучка Настя Взяла мою фамилию То есть она Талызина Она Талызина Анастасия Талызина Будет такой же звездой Как бабушка В этом году Она снялась В четырех фильмах И везде Главные роли Сняться-то можно И хоть в ста фильмах А звездой Откуда я знаю Я не считаю себя звездой Вас называют Королевой эпизода То есть вы стали звездой Да никакой не королевой Я играла еще Между прочим В главных ролях Только А теперь мне говорят Ну вот вы начинали Прямо зигзаг Да Зигзаг Зигзаг Начинали Почему У меня сын из семей жизни Главная роль У меня Иванов катер Главная роль У меня в женитьбе Большая роль Какая эпизода Во второй части Мы узнаем про конфликт Нашей героини С Лией Ахиджаковой Про Киев И конечно про котов Валентина Талызина В гостях у Золотой рыбки Редактор субтитров А.Семкин